Всем привет! У нас на руках кролики, но у нас сегодня будет не про кролика по эксперименту, а про ёжика. Его зовут Федя. Сейчас мы будем экспериментировать, что он будет есть. Показывай! Что он будет есть? К фрикадельке, творог, колбасу или сыр. И думаю, фрикадельке, а на втором, так еще, на втором колбасу, а на третьем сыр. Ну, думаю, что он хищник, он ест мясо. Я думаю, что он будет есть в первую очередь сыр, во вторую очередь творог, в последнюю очередь фрикадель. Вот наш ёжик, его зовут Федя. Мы сейчас проверим, что он будет есть. А это у меня в руках кролик. Джуни! Его зовут... Джуни! Тише. Смотрим. Съел. А, наполучился на фрикадельке. Я думал, что сыр. Его ленький пухает. Я пополучился на фрикадельке. Это мой кролик, его зовут. Если он мальчик, конечно. Пятнистика. Если девочка, я пока еще не придумал. Вот такой вот карачончик. Сейчас я пойду его взвешивать. Все, я сейчас брал. Все. Где-то все. Что, понравились ему фрикадельки, смотрю? Да. Кто-нибудь говорил, что он первым фрикадельку съест? Ладик говорил. А я говорил, что сыр. Ладик победитель сегодняшнего конкурса. И он получает вкусную конфету. Да, почему? Ну, потом, когда у него аллергия пройдет. А можно, я же тоже, я сказал, что он питается мясом. Угу. А я сказал, что он будет есть сыр, а это молочный продукт. А на втором месте что будет? Как известно. Это. И это. Смотри, где он, королик. Так, все. Товарищ, смотрим, что есть творог. Ну, похоже, все по очереди решил съесть. Да. Поэтому, это не честно, да, дед? Почему честно? Он иди по очереди. Это как это? Значит, последний будет сыр. Интересно, почему. Он, наверное, голодный. И ешь все подряд. Да. Потому что мы его кормим, как? Надо было брать сытого ежика. Да, дед? Угу. Это было бы интереснее. Сейчас он, наверное, знает что-нибудь. Можно я его поглажу? Колбаса. Ну, колбаса, не отец. Ах, тихо. Тише, Вадик. Колбаса-то не понравилась? Сыр. Я на каком месте? На третьем. А я на каком? Ты на первом. И я на первом. И, Вадик, я на третьем. Колбаса у нас в последнем нольком. А ему понравится комар. Да. Ребята, может... Нет, я не боюсь. Не бойся. Он у него иголки впустит. Нет, убирайся пепетинку. А может, ему понравится комар? Комару. А может, ему понравится и кролик. Кролик, не мешайся. Не мешайся. Пятнышко. Это не пятнышко, это пятнистик. А у меня кролик джунгель. Пятнистик. Пятнистик. Давай я сейчас сделаю. А ты не смотришь. Руки. Может, ты поешь колбаску? Не надо придумать. Чего он там ест-то? Сыр ли дает? Я хочу его наоборот. Най. Ну, а я тут тебя отправлю в пыль. А почему ты пришел на стол здесь? Ну, я на стол. Положи ему под нос, может, будет. А я никогда не видел ежика. Можно я его погладю? Как ты его погладишь? Он держит весь зимой. Положи ему под нос. Его не получится погладить. Так, не мешайся тут. У королки-замолуш. Не хочешь. Ничего. Отказывается, ешь колбасу. Я красивый петер. Криви. Парал. Не кусайся. Я хочу иголку. Ей не надо. Не надо, не надо. Он потом сам ее сбросит. Вот, когда я... Все, наконец-то колбасу решил съесть. Это последняя бета. И щуплю. А я же говорил, что он хищник. Можно я же возьму. Нет, не надо, не надо. Другой он опять уколится. Нет, он не уколится. Я не буду держать. Чтобы он не уколился. Это почему своего в клетку поднял? Ты его по часовой стрелке... Ой, господи. От головы к попе гладь лучше. От головы к попе. А не наоборот. Против шерсти не надо. Нет, я только с головой. О! Вообще, я научился кролика на передних лапах глянуть. Леда, смотри. Я сейчас покажу вам умение моего кролика. Иди, иди, иди. И на этом всем пока-пока. Мне пальцы забрать. Деньги.